И Краматорск и Славянск всем своим видом демонстрируют, что слухи о разрушении этих городов – только слухи, как и царящие якобы здесь голод и тотальные пророссийские настроения жителей. Впрочем, как и проукраинские. Жители думают по-разному, кварталы выглядят тоже по-разному. Большая часть домов не разрушена и даже не пострадала. Уже работают магазины, бары и рестораны. В Славянске народ отдыхает на пляжах, в садах и на огородах спеет урожай. Отметин от прямых попаданий из тяжелых орудий немного. Больше от стрелкового. Следы на деревьях и заборах. Видно, что бои велись в основном вокруг блокпостов. Этот офис находится в самом центре Краматорска. Боевики сделали его одним из своих опорных пунктов. Нарыли окопов, простреливали парк, где сейчас гуляют дети, а потом просто ушли. Украинские активисты, которые оставались все это время в Краматорске, вспоминают оккупацию с негодованием. «Людей, которых было за Украину, конечно, все-таки было маловато тогда. Процентов 30. Ну, потому что многие все-таки думали, что ДНР им чем-то поможет, что все-таки будут они жить хорошо, верили в Россию, но ничего этого не получилось. И понятно, что люди, которые были за Украину, они страдали очень сильно. Тем, что нельзя было ничего говорить на украинском, все запрещали. Если бы вы, например, прошлись бы с украинским флагом на их блокпосте, то вы бы рыли окопы. Это практиковалось. Поддержать активистов Донбасса приехали харьковчане. Вместе они украсили брод национальной символикой. Уверенный их импровизированный концерт по нраву храматорца. «Донбасс уже украинский, он никогда не был пророссийским или русским. Да, были люди, которые были другого, скажем так, мнения, но они есть везде, в каждом городе, в каждом поселке». Большинство прохожих действительно реагируют позитивно. Говорят, очень рады видеть национальную символику на улицах города. Во время осады вспоминают с перебоями, с питанием и водой смириться можно было. А вот с постоянной стрельбой со стороны террористов – нет. «Снабжение было. Необходимые товары были. Крупы, картошка, масло. Правда, с водой немножко были перебои. Но это чуть-чуть было. Нам возили воду, предоставляли нам воду. Мы не ощущали голода, как говорится. А так, мы очень довольны, что мы опять спокойно живем, что мы спим, что наши дети, внуки спят спокойно. И мы не ощущаем вот этих бомбежек. Мы очень рады, что у нас сейчас… Мы ходим свободно, общаемся. Дети наши, вот видите, ходят. Поэтому было очень страшно. Мы ж тут живем в центре. Так что тут было очень плохо. А сейчас, слава Богу. Рады освобождению. Рады тем, что город обновляется. Вот здесь стояли обгоревшие троллейбусы. Сегодня открытое движение троллейбусов. Входит транспорт. Город возвращается к жизни. Конечно, мы рады. Поднялись. Это, можно сказать, есть такой возраст от 18 до 25. Старики поднялись. Это потом, когда им рассказали уже, киевская хунта приедет, их убьют. Но поднялось мало людей. У нас население 140 тысяч или 140-60. Или 160, я не знаю даже. Но много. Если найти этот Майдан, который выходили. Наш Майдан. Выходило, ну, чтобы не соврать, 20%, которые хотели в Донецкую республику. Сейчас я не наблюдаю людей, которые хотели в Донецкую республику. Они все уехали в горловку, эти наркоманы. У нас в городе даже тише стало. В нашем дворе было 20 наркоманов. Сейчас никого не мало. Однако вскоре выясняется, далеко не все пророссийские активисты исчезли из города. При виде украинских флагов некоторые буквально заходятся в истерике. Но спорят с ними уже тоже местные. Ну, там не кричат флаг. Какой там был? Ну, желтый и синий. Это чей флаг? Ну, украинский. Ну, а вы вообще в какой стране живете? Украина. Я имею в виду, это так, как на Майдан призывают. Никто никого не призывает. Вы вот там стояли и говорили, это опять бандеровцы, женщины. Я лично слышала. Это не бандеровцы, это украинцы. Украинцы, мы украинцы. Да, и вы украинцы. И я украинка. Мы уже успокоились. Кто вы? Ну, вот народ наш, Роматорский. Ну, правильно. Ну, а зачем обратно в такие флаги несут? Еще больше скандал вызвала попытка активистов разукрасить местного Ильича. На этот поступок решились евромайдановцы из Николаева, которые у себя в городе с вождем мирового пролетариата уже разобрались. Сепаратов гоняем, не даем высовываться. Ленина давно свалили. И поставить не дадим. И всех остальных Ленину обязательно свалим. За надписи «Слава Украине» и «Путин» дали уже привычная его характеристика. Жители Краматорска не на шутку рассердились на активистов и даже вызвали милицию. Но патруль не догнал художников. А вот в Славянске, несмотря на то, что тут активисты памятники разрисовывать не собирались, евромайдановцам досталось от местных жителей. Если молодежь адекватно реагировала на символику и даже поддержала активистов, то люди среднего возраста устроили потасовку. Драку остановили военные, которые проезжали мимо. Жители освобождённых городов говорят, подобные сепаратистские настроения ещё долго будут бурлить среди их земляков, представителей местных властей и милиции. Не помогут ни флаги над админзданиями, не грузовики с продуктами. Здесь нужна особая информационная политика. Сессия городского совета не начинает свою работу, потому что они, видимо, ждут, куда весы перевесят, и тогда они выползут, это я вам честно говорю, потому что неизвестно, кто и что и как. Здесь очень нужно проводить работу, массированную работу СМИ, печатные газеты, потому что люди продолжают смотреть российское телевидение, продолжают сидеть на лавочках и друг другу носить. Правду киселёвскую в скобках. Марина рассказывает, в городе специально распускают слухи о том, что ДНР вернётся. Это подпитывает местных сепаратистов и внушает страх остальным. Освободить города Донбасса, говорят местные жители, это не просто выгнать террористов. Нужно научить их жителей считать себя частью Украины. Марина Николаева, Алексей Антонов, агентство телевидения новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова